На очереди у нас Argus StoryMap. Ссылочки опять-таки я пошлю сейчас в чат вам. Сервис, переведенный на русский язык. Работать с ним намного проще. И более того, в такую публикацию можно добавлять большое количество контента. Тексты, фото, видео, слайдшоу можно делать, киперссылки добавлять. Поскольку в названии присутствует слово MAP, карта, то, соответственно, здесь хороший упор делается на карты. Их можно добавлять, из них можно делать даже слайдшоу. И на их основе можно создавать разные галереи. Поэтому, если у вас история привязана к каким-то географическим объектам на карте, например, достопримечательности города, рассказ о каком-нибудь интересном местах, об интересном месте, то вот это хороший вариант выбора. Ну, давайте посмотрим. Здесь немножко сложная будет регистрация, ну, про регистрацию в обучалке более подробно написано, там все пошагово. Ну, после того, как мы зарегистрируемся, получаем вот примерно такое пустое белое поле, на которое, опять-таки, с помощью плюсиков мы можем добавлять разный контент. Он здесь переведен на русский язык. Ну, вот, например, в качестве текста здесь можно добавлять большой параграф, маркированный список, нумерованный список, разные виды надписей, курс большой, подзаголовок поменьше, можно цитату оформить, квота. Есть часть, часть кубиков, скажем так, которые будут платными, но это не критично, даже бесплатных возможностей здесь хватает. Отдельным пунктом здесь стоит карта, вот с правой стороны я добавила карту. Как она добавляется? Вводим адрес, на карте его тут же находят, и нажимаем на кнопку «Добавить карте». Вот так у нас интерактивно встраивается карта. Дополнительно сюда мы вставляем описание объекта, какую-то информацию о нем, картинку прикрепляем. То есть получается такая интерактивная карта прямо внутри истории. Что здесь еще есть интересного? Картинки в разных видах можно загружать, можно на весь экран загрузить, широкоформатный вариант, можно сделать слайдеры. Вот, например, такой слайдер, что называется, что было, что стало. С левой стороны фотографию места до, а с правой стороны фотографию места после. Одного и того же объекта. Ну и дальше можно двигать шторку и сравнивать, что было и что стало. Дальше. Очень интересные здесь фотогалереи. И вот одна из них, вот про Мурманск, столицу Арктики, это то, что я пробовала. Необычные галереи или слайд-шоу они здесь называются, когда у нас с одной стороны идет описание текстовое и карта, а с другой стороны картинка. То есть вот три медиа в одном складываются, получается интересная такая штучка. с картой, с текстом, с картинкой. Три в одном. И все это вставляется прямо внутрь истории, прямо тут же никуда не передвигаясь. Здесь есть и обычная фотогалерея, где просто набор картинок, но мне вот с картой особенно понравилось. Я попробовала, по-моему, получилось интересно довольно-таки. Есть автоматический показ слайд-шоу, когда просто картинки будут листаться на автомате, одна за другой показывается. В общем, возможностей здесь достаточно много. Сервис довольно красочный. Самое замечательное, что он пока бесплатный и на русском языке. Два больших плюса, поэтому стоит к нему присмотреться.